Прямо сейчас я готов представить гостя, который уже сидит в нашей студии. Артём Малов, руководитель регионального корпуса волонтёра Конституции. Доброе утро. Как началось утро ваше нового дня? Замечательно прошло всё. Уже работали. Ну, мы знаем то, что вы... Это новое, так скажем, новое создание движения волонтёра Конституции. Или вы уже существовали ранее? Или это было организовано вот сейчас? Нет, это было всё организовано только сейчас, потому что до этого не было нужды такой. Ну, может быть, кто-то хотел обращаться, чтобы ему разъяснили, как всё-таки пользоваться Конституцией? Вот для этого и создан корпус волонтёров Конституции, который будет разъяснять людям изменения в Конституцию. Поэтому объединились почти все организации, самые крупные Российской Федерации, молодёжные, волонтёрские, и было создано данное направление. Артём, скажите, пожалуйста, сколько человек в составе на данный момент вашего корпуса? Точно сказать не могу, потому что набор идёт у нас до 16 марта, но планируется порядка 100 тысяч волонтёров во всей Российской Федерации. Так, ну, знаете, очень интересно. Это те люди, у которых есть профильное образование. Кто волонтёры? Расскажите. Волонтёры — это все желающие. То есть профильного образования ни у кого нет. Этих ребят, которых мы отберём, потому что заявок будет намного больше, их уже намного больше, чем мы предполагали. То есть всё-таки какой-то отбор искусственный предполагается? Не совсем искусственный. Там будут определённые критерии. Естественные? Да. Ну, естественно, это уже так жёстко очень. Там будут определённые критерии, по которым пройдёт отбор. Хорошо, давайте поделитесь критериями. Подходим, мы с Сашей примеримся. Мы каждый день увещаем про Конституцию и вот задумались, может, к вам вступить. С удовольствием примем вас. Я думаю, вы подходите по критериям, потому что там в любом случае будет проходить, ребята, проверку, потому что одним из возможных бонусов по завершению данной акции, возможно, ещё раз скажу, будет встреча с первыми лицами государства. Поэтому в любом случае проходит критерий отбора в наших силовых структурах. Это обязательно. Так, хорошо. Допустим, мы с Антониной пройдём отбор в силовых структурах. Какие ещё требования? То есть высшее образование, может быть, или... Желание ваше. Желание. То есть это могут быть люди от 18 лет и сколько угодно. То есть серебряные волонтёры, все. Если я не разбираюсь в Конституции, но очень хочу помочь другим, что мне делать? После 16-го числа те, кого мы отберём, мы будем обучать. А, то есть будет обучение. Я хотел вас подробнее про это расспросить. То есть, на самом деле, Конституция — это дело довольно тонкое и, нужно сказать, важное. Как вы собираетесь обучать, рассказывать людям? Ведь я так полагаю, что тех, кого вы обучите, предстоит рассказывать простому народу о Конституции и нововведениях. Именно совместно с ЦИКом будет проходить обучение, будут отобраны определённые почти все поправки, на которые мы будем иметь разъяснение. Это уже готовится документ. И все волонтёры, которые пройдут обучение, будут ознакомлены полностью с этим. Плюс у них будет обязательно с собой литература, которая позволит им в случае необходимости ещё раз посмотреть и грамотно ответить на любой вопрос населению. Артём, как к вам присоединиться? Волонтёры Конституции РФ. Сайт. Сайт. То есть только через интернет? Конечно. Подключайтесь, регистрируйтесь. Артём, ну теперь давайте немножко поговорим, собственно, о Конституции, о нововведениях, ваша оценка их и насколько это вообще важно в данном, в текущем политическом положении? В политическом, скажем так, это действительно исторический момент, потому что впервые, так как я ещё представляю молодёжное направление, мне как представителю молодёжи очень важно, что будет впервые в Конституции закреплено именно молодёжное направление, социальная защищённость граждан. То есть для будущего поколения это самый важный момент, потому что для всей молодёжи такого никогда не было. Волонтёрство будет закреплено. То есть, скажем так, молодой человек, выйдя уже на работу после окончания университета, уже имеет большое количество законодательно закреплённых прав и льгот, которые даст ему государство. Это очень важно. Это защита и возможность развивать семью. Там огромное количество аспектов, которые сейчас затронуты и которые улучшают действительно жизнь человека. Это очень важно. И действительно исторический момент. Артём, но если вернуться к корпусу, который создан волонтером Конституции, расскажите, 22 числа как вы будете работать? Я скажу так, мы с 6 апреля начнём работать, то есть по всему Крыму будут находиться информационные точки во всех городах, где будут стоять наши ребята и рассказать. А 22 числа почти все желающие, которые зарегистрировались на сайте волонтёры Конституции РФ в Республике Крым станут наблюдателями при комиссиях центральных контрактных. Хорошо. После 22 апреля ваш корпус будет распозчен или вы останетесь работать? Корпус уже состоит из волонтёров, которые представляют разные организации. Я, например, представляю Крымское региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей. То есть я тоже волонтёр, доброволец только корпусов спасателей. У нас волонтёры Победы, волонтёры Медики, Российский Союз Молодёжи. У нас огромное количество волонтёрских организаций, Добро Мира. То есть все эти волонтёрские группы, которые уже существуют, мы объединились для того, чтобы нам было проще работать и собрать своих активистов, сделать более актуальным волонтёрскую деятельность в Республике, поднять её нам более высокую. Артём, к сожалению, извините, вынуждены прервать, потому что время не ждёт, у нас очень мало осталось. Я прошу вас прямо сейчас обратиться на всю нашу необъятную страну и ещё раз всех призывать, во-первых, изучить вопрос, а во-вторых, прийти на голосование. Я действительно прошу всех подключиться к этому историческому моменту, потому что очень важно прийти 22 числа и проголосовать за изменения поправки, так как это касается вашего будущего. Спасибо большое за беседу. Напоминаю, у нас в студии Артём Малов, руководитель регионального корпуса волонтёры Конституции. Спасибо вам, что вы пришли и рассказали. Спасибо.